Как Алишер Моргенштерн победил в мягко говоря странной номинации? Чем закончилась скандальная история с ДТП Михаила Ефремова? И какое новое заявление Ивангея обрадовало его аудиторию? Привет всем, меня зовут Дима, это проект Ютубер. Здесь мы говорим не только о блогерах, но и о новостях, которые активно обсуждают в сети. Чтобы не пропускать громкие инфоповоды, обязательно нажмите на кнопку подписаться и колокольчик. Так вы будете первыми узнавать о выходе нашего нового ролика. Ну а теперь переходим к новостям. И начнем мы с Алишера, ведь он в очередной раз устроил перформанс. И, честно говоря, с каждой его новой выходкой удивляешься все меньше и меньше. Боюсь представить даже, что будет дальше. Но сейчас давайте о нынешней ситуации. Журнал Moda Topical в Москве проводил свою ежегодную премию, где награждал особо отличившихся звезд в самых разных номинациях. От стильного продюсера до теледивы. И в принципе ничего не предвещало беды. Все, так сказать, стандартно. В номинации «Самый стильный» победу одержал Филипп Киркоров. Топ-хит года стал Рамиль. Но вот «Женщиной года» был назван Моргенштерн. Мужчина? Насчет этого можете не беспокоиться. Да-да, как бы странно ни звучало, это так и есть. Девчонки скажут, что не заслужила, но на самом-то деле позавидуют. Сам же рэпер в момент получения статуэтки высказался так. Называем ее имя «Женщина года». Побеждает уникальное и неподражаемое. Зовут ее... Моргенштерн! Это неожиданно и приятно, учитывая то, какой огромный у меня пенис. Как они ходят на таких каблучищах, Джо? Как они сохраняют равновесие? У них центр тяжести в другом месте. Пошли. Естественно, такое необычное решение со стороны журнала оценили не все. И кое-кого этот момент очень сильно зацепил. Ведущая «Дома-2» Ксения Бордина, которая, кстати, победила в номинации «Самая стильная телеведущая», когда попала на сцену, жестко раскритиковала всю эту ситуацию. Я хочу просыпаться в этот фильм, где «Женщина года» становится Боргенштерн. Ну правда, ребят, шутите сейчас? У нас огромное количество красивых женщин на эстраде. Я сейчас не говорю ни в том случае про себя. Их действительно огромное количество, поэтому... Что же, папы на руси, что ли, перевелись? Я понять не могу. Конечно, фраза «Я не хочу просыпаться в мире, где «Женщина года» становится Боргенштерн» звучит так себе, но с какой-то стороны ее можно понять. Как и журнал «Конечно», которые пошли на такую для своей порции хайпа. А Морген ее, конечно же, обеспечил. Сам же Алишер на выпады ответил так. Так же выбор журнала осудила и Ксения Собчак. Но она у себя в Телеграм-канале сделала публикацию, в которой раскритиковала такое решением, сказав «Довольно спорный для фем-сообщества абсолютно сексистский Алишер выходит на сцену в женском образе, получает женскую награду женского журнала. Нам ок. Искренне хочу понять, в чем тут юмор? Что высмеиваем?» Ну, в принципе, высмеивать можно как минимум стандартность всех таких мероприятий. И сама же Ксения также должна прекрасно понимать, что все ради хайпа, все ради бабла. Моргенштерн же поделился радостью от получения новой награды у себя в Инстаграме, написав «Ой, девочки, хочу поделиться с вами своей большой победой. Сегодня я получил премию «Женщина года». Последние несколько месяцев я сидел и думал, а что же дальше? Это награда глоток свежего воздуха для меня. Есть куда двигаться дальше. Теперь только вперед, к новым вершинам». Честно говоря, страшно даже представить, а что же будет дальше и что же ожидать от Алишера. Ну, а пока мы дождались завершения скандальной истории Михаила Ефремова. Пресненский суд признал актера виновным смертельным ДТП и приговорил к 8 годам колонии общего режима. Кстати, любопытная деталь. Все же помните, как нелепо Ефремов пытался отмазаться во время процесса. Сначала признал свою вину, потом заявил, что не был за рулем. А далее уточнил, мол, ничего не помнит. Может, был, а может, не был. Докажите. «Тут помню, тут ничего. Обзовись. Век воли не видать. Суд помню». Его адвокат тогда еще даже свидетелей где-то умудрился откопать. Ну, думаю, об этом слышали все. А вот знали ли вы, что в процессе защиты Ефремова еще и к власти пыталась подлизаться? Между делом упомянув, что актеру приплачивали за антипутинскую позицию. «Дело в том, что Михаил Ефремов долгое время много потратил сил, так скажем, на критику самого Путина и правительства». Об этом я узнал от ребят с канала «Исмаилов и Бабаджанян». Случайно на них наткнулся на просторах Ютуба и залип, насколько лампово и интересно они освещают громкие темы. Тут тебе и тайна отравления Навального, и теория о том, что скандальный выпуск комментаута – это кремлевская заказуха, и злободневные новости из Беларуси. В общем, актуальный контент на любой вкус. Я даже пародию на Лукашенко нашел. Но самое крутое в том, что парни не просто пилят подкасты, а еще и приглашают к себе очень занятных гостей. Например, в их видео уже засветились депутат Госдумы Виталий Нилонов, Дмитрий Ларин, историк Евгений Понасенков и многие другие. Жаль только, что аудитория ребят пока маловато, а канал ведь так годный. Хочется, чтобы старания парней были оправданы. С этим мы, надеюсь, сможем помочь, посоветовав канал Исмаилов и Бабуджанян. Переходите по ссылке в описании, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, кто пришел с ютубера. Не дадим пропадать качественному контенту. Но вернемся к Ефремову. Как вы уже могли понять, никакие уловки и попытки отмазаться не помогли актеру избежать наказания. Я ведь старался не только адвокат, но и друзья. Миша наш не виноват, не сидел он за рулем. Нет, я сейчас не об этом гениальном перформансе. На защиту Ефремова стал Иван Охлобыстин. За день до вынесения приговора актер сделал публикацию ВКонтакте, где обращался к самому президенту Российской Федерации с просьбой о помиловании его друга. Написал он следующее. Но первое, что тут стоит отметить, Путин вряд ли сидит в ВК. Ну а второе, что, конечно же, президент вряд ли станет исполнять подобную просьбу. Ведь это спровоцировало бы куда больший скандал. Конечно, Иван понимал, что после такой публикации на него польется куча всего самого неприятного. Что, в принципе, произошло. Об этом он уже написал у себя в Инстаграме. Вкратце. Охлобыстин полностью понимает вину Ефремова, но просто не мог ничего не сделать для своего друга. В любом случае, его попытки хоть что-то сделать никак не повлияли на приговор. После которого артиста сразу же взяли под стражу. С учетом времени, которое он провел под домашним арестом, Ефремову предстоит отсидеть 7 лет и 10,5 месяцев. Правда, есть вариант выйти пораньше, уже после половины срока, за примерное поведение. Ну и само собой, актеры лишили прав на 3 года с момента освобождения. Не обязали выплатить 800 тысяч в пользу сына погибшего Сергея Захарова. Семья водителя уже заявила, что не собирается обжаловать приговор. А вот адвокаты Ефремова еще собираются побороться. Как думаете, удаст ли им что-то изменить в таком очевидном деле? Лично мы надеемся, что эта история образумит как можно больше людей касательно алкоголя. Ведь с ним нужно быть максимально осторожным. Ну и последняя новость на сегодня более радостная. Ведь Иван Гай решил заняться Ютубом серьезно. Опять. Напомню, что Ваня уже несколько раз пытался ворваться в Ютуб. Но, честно говоря, пока у него это вяленько получалось. На этот раз он выпустил ролик, в котором рассказал, в каком направлении будет двигаться канал. И что же на нем можно будет наблюдать в ближайшее время. Этот канал будет основываться на трех вещах. Геймдизайн, музыка и видеоблогинг. Ну а остальная часть видео оказалась рекламой его очередной игры. В этот раз Ваня представил Иван Гай, блогер-симулятор. Это стратегия, в которой вы прокачиваете себя как блогера. И сможете дойти даже не до рубиновой кнопки, а до неоновой за 1 миллиард подписчиков. Интересно, Иван Гай по приколу взял такую награду? Или же рассекретил планы Ютуба? Ну конечно самые внимательные уже догадались, что эта игра мягко говоря похожа на другую. Да-да, по сути это копипаст-влогер Go Viral, которая выполнена в слегка иной стилистике. Также в комментариях плеймаркета пользователи отмечают, что хоть Ваняна новинка и лучше предыдущих, но все-таки достаточно забагована. А вот что касается блогерской деятельности. По последним роликам явно заметно, что Иван Рудской уже далеко не тот Иван Гай, которым привыкли видеть его подписчики. Об этом, кстати, часто пишут в комментариях под его видео. Еще лично мне кажется, что Ваня начал к блогингу подходить со стороны бизнеса что ли. Игры каждый месяц, теперь еще и мерч новый. Стильное худи, или футболку с сочным принтом, или чашку с принтом бренда AVEN. И все это теперь вы можете приобрести по ссылке в описании. В любом случае, пока его статистика бешеных списков не выдает, а с такой скоростью бумагу вряд ли получится перегнать. Но если ты за Иван Гая, ставь лайк. Ну а на этом все. Если ролик вам понравился, то не забывайте делиться им с друзьями, просто сделав репост в свои социальные сети. Для вас это пару секунд, а для нас огромная поддержка. Также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Меня зовут Дима, а с вами был проект Ютубер. Пока-пока. На моем запястье айс. Не понравилось. Я понял, понял. Мне надо просто связки разогреть. Я понял. На моем запястье айс. Как пазуху. Айс.